дорогие друзья я приветствую вас на канале вязание и я меня зовут юлия сегодняшнем видео по вашим многочисленным просьбам я сниму экспресс мастер-класс по вязанию вот этой манишки которую вы сейчас видите на экране этот аксессуар я вязала в подарок для своей мамы по петель на мастер-класс я не снимала но я сейчас вам подробно расскажу как я работала работа начинается сверху вниз нас для начала о пряже это слонимская полушерсть бобинная пряжа я вязала в 6 сложений метраж примерно получается 270 метров на 100 грамм я использовала спицы номер три и номер три с половиной я набрала обычным набором не эластичным не не итальянским никаким обычным набором 116 петель и вязала резинкой 2 на 2 10 сантиметров после того как я отвязала резинку следующий этап это ложная кит левка с имитацией пришивной горловины и так резинка отвязана последний ряд я провязала все петли лицевыми и одновременно в этом ряду я удвоила количество петель то есть одну петлю я провязывала со спицы вторую я поднимала из протяжки предыдущего ряда и провязывала лицевой скрещенной далее опять одна петля со спицей далее опять прибавка из протяжки предыдущего ряда и так далее по всему ряду количество петель у нас удвоилась после этого вяжется полая резинка после того как вы связали определенное количество какое вам нравится у меня в данном случае это один сантиметр я в последнем ряду провязала все петли по 2 петли вместе изнаночной то есть вот этот вот ряд последний он полностью провязан изнаночный он и позволяет произвести имитацию пришивного ворота следующий ряд после изнаночного ряда я вижу все петли лицевые при этом я равномерно прибавляю в этом ряду 24 петли опять же из передать протяжки предыдущего ряда провязывая лицевой скрещенной петлей один раз через 4 петли один раз через 5 петель через 4 через 5 вот в этом ритме я сделала прибавки и того на спицах у меня получилось 140 петель после этого следующий этап это вывязывание ростка и соответственно реглана на схеме я вам покажу каким образом я распределила петли по 6 петель это регланные линии регланные линии я вязала жгутами переплетая 3 на 3 петли 3 пир в разных направлениях смотрите на изделии в одно с одной стороны у меня переплетение идут три первые петли на спицы мы снимаем перед работой провязываем три следующие на левой спицы а потом те которые пересняты на дополнительную спицу а здесь наоборот три первые петли мы отводим за работу провязываем 3 петли с левой спицы а потом провязываем отведенные ранее 3 петли то есть перекрещивание идет в разных направлениях далее понятно да каким образом проект проводятся регланные линии далее 42 петли я отделяю маркерами на спинку по 20 петель на рукава и 34 петли на горловину вывязываем росток в ростке у меня будет четыре точки разворота то есть мы вяжем вот здесь у нас начало вязания то есть перед или за и смотря с какой стороны смотреть вот в этой вот точке у нас начало вязания провязываем все петли спинки до регланной линии и возвращаемся обратно провязывая при этом 6 петель регланная линия и захватывает 4 петли со стороны рукава работу разворачиваем на лицевую сторону с этого ряда мы начинаем производить прибавки по регланным линиям в каждом лицевом ряду и так довязали до регланной линии прибавка из протяжки перед регланной линией далее регланная линия прибавка вяжем петли спинки прибавка регланная линия 4 прибавка 4 петли рукава работу разворачиваем на изнаночную сторону провязываем все ранее провязанные петли плюс следующие четыре петли рукава в лицевом ряду мы также делаем прибавки вокруг регланных линий провязываем вторую четверку петель с рукава когда вы считаете вот эти вот четверки прибавленные петли вдоль регланных линий не учитываются провязали вторую четверку работу развернули идем назад в левый рукав провязываем третью четверку работу разворачиваем на лицевую сторону делаем опять прибавки вокруг регланных линий сделали третью четверку захватили по рукаву с другой стороны работу развернули на изнаночную сторону захватываем четвертую четверку то есть вот она четвертая точка разворота это последняя для ростка опять на лицевого лицевом ряду мы делаем вдоль регланных линий прибавки довязали последнюю четверку в рукаве с другой стороны работу разворачиваем и вяжем мы с вами все петли рукава регланная линия по переду и две петли по горловине то есть в данном ряду мы начинаем с вами делать углубление горловины провязали две петли горло со стороны переда и разворачиваем работу делаем прибавку вокруг регланных линий по переду по спинке и таким же образом мы провязываем все петли рукава и две петли со стороны переда работу также делаем прибавки не забываем делать прибавки в лицевых рядах работу разворачиваем и идем в другую сторону захватывая три петли со стороны переда работу разворачиваем на лицевую сторону делаем прибавки вокруг регланных линий сделали провязали еще вторую тут троечку мы захватили с другой стороны работу развернули возвращаемся провязываем вторую тройку со стороны переда работу разворачиваем вяжем вяжем третью вторую троечку захватили последнюю до последняя точка разворота вот здесь у нас идет возвращаемся и провязываем все петли по кругу и приходим вот сюда с этого момента мы начинаем работать круговым вязанием еще важный момент про регланные линии я вам сказала что это переплетение жгутики вокруг регланных линий по 2 изнаночные петли соответственно прибавка вдоль регланной линии происходит путем провязывания скрещенной изнаночной петли из протяжки предыдущего ряда понятно да соответственно лицевая петля у нас меня изнаночная петля которая была она меняется у нас на лицевую вот смотрите добавлена замена добавлена замена добавлена замена добавлена замена петли то есть она была изнаночной становится лицевой вдоль регланной линии все время у вас должно быть по 2 изнаночные петли это я думаю вам всем понятно я вижу с момента начала вязания кругового вязания да я делаю прибавки и по переду и по рукавам и по спинке в каждом третьем ряду этого расширения мне достаточно может быть у вас другая плотность вязания тогда возможно вам придется делать прибавки в каждом втором ряду смотрите в мерите примеряйте смотрите чтобы вот здесь у вас вот так не фал дела если и происходит вот такой момент делайте прибавки в каждом втором ряду я делала в каждом третьем и так я вязала до тех пор пока у меня по передней линии регланной у меня не было провязано 8 сантиметров после этого я не закрывала никакие петли ни рукавов не спинки я продолжила работу только с петлями передней части в том числе изнаночные петли вокруг регланных линий были задействованы в работе я далее вязала укороченными рядами для того чтобы вывести вот этот вот красивый полукруг спереди как я это делала каждый раз я не довязывала с каждой стороны по две петли и того девять раз с каждой стороны по две петли я не довязала и вот у меня остались петельки на спице которые не были в работе после этого я провязываю все петли по кругу вяжу три ряда платочной вязкой платочная вязка в круговом вязание вяжется один ряд изнаночный 2 лицевой 3 изнаночный петли я закрываю обычным способом никаким эластичным ничего обычным способом закрыла петли и произвожу обвязку низа изделия столбиками без накида с изнаночной стороны то есть я работаю по изнанке соответственно на лице получается вот так с изнаночной стороны смотрится вот так после этого ниточку обрезаю все друзья мои изделия готова проводим вто и радуем себя своих родных и близких новыми аксессуарами 7 ровных петелек творческого вдохновения до скорых встреч в следующих роликах